Здравствуйте, друзья! Мы, как всегда, из зоны бедствия вас приветствуем. Ну, точнее, в зоне бедствия наши корреспонденты находятся в окрестностях Орландо. Вы видите, что бедствие не застало блогера Наталью Квик одну. Обратилась подписчица, говорит, у меня там девочка не может вылететь. Там по work and travel приехала поработать. И вот, значит, нельзя ли ей у вас затаиться? Нет, не так, она так не писала. Ну, я своими словами так. Она приехала из Нью-Йорка в Орландо побыть сюда здесь на три дня, и у нее отменили самолет. И мама написала, у меня дочка застряла в аэропорту, не могли ей позвонить и ей посоветовать, в какую службу ей обратиться, чтобы ей помогли. Потому что все отели забиты, и ничего не взять, то есть негде ночевать ребенку. И я написала, что я сейчас ей позвоню. Я позвонила и пригласила, чтобы она сюда приехала. И вот это вот служба номер один. Я так рада, что она ко мне приехала, и вот мы с ней время проводим хорошо. А вы уже показали девочку у себя на канале, да? Да, у нас сейчас был прямой эфир, мы в ожидании как бы урагана, но ураган, конечно, придет. И я хочу тебе сказать, что затишье полнейшее сейчас, даже листик не шевелится. Она еще с ней показывала, да? Это может быть затишье перед бурей, друзья. Да, оно очень устрашающее, затишье перед бурей, поэтому мы, пока его нет этой бури, мы сделали прямой эфир. Я даже подумал, знаешь, так надо назвать, устрашающая тишина спустилась на Орландо. Да. Слушай, скажи мне, Ки-Вест, там всех вывезли или все-таки были люди, которые остались? Ой, ты знаешь, Ки-Вест, вообще очень многие люди уехали, но многие остались. И среди них есть даже наши русские блогеры, я их смотрю, и показывают они, вот один Валера Карасев, он показывает, что у них даже здание качается. Бетонное, громадное. Бетонное. Но я хочу тебе сказать, что все там построено очень противоураганно, так скажем. Я думаю, что ничего такого сильного с ними не будет, но очень страшно, я их смотрю, переживаю за них. То есть, мало того, что здание покачалось, но не упало, значит, у него есть электричество, у него есть интернет, он еще оттуда стримит, значит. Пока есть, но мы держим кулачки, как бы, конечно. То есть, ты хочешь сказать, что оно еще не прошло для них, да? Ну, оно сейчас там, но ты знаешь, самое интересное и самое неожидаемое, то, что он повернул траекторию, то есть, он должен был пойти по Дайтоне, а теперь идет он по Мексиканскому заливу. И те, кто не переживал вообще об урагане, начали, конечно, переживать, и там началась паника. Я разговариваю сейчас, разговаривала со своими друзьями из Санкт-Петербурга, из Тампы, они там заколачивают дом, причем бегом, потому что сейчас он очень близко находится, он поменял траекторию, и, конечно, это очень страшно, там у них дети, и я с ними на связи, да. Ну, да, ожидалось, что ударит по Майами, а он так немножко взял на запад и идет вдоль Мексиканского залива. Я смотрел сегодня с утра в новостях, что сказали, что уже в Нейплс, уже пришло. А в Майами, типа, там затопления какие-то, я не знаю, уровень воды в океане поднялся или что-то? Затопления будут, но мы, как я сказала, надеемся, что все будет у них хорошо, самое главное, чтобы остаться живыми. И, конечно, очень страшно остаться во Флориде без электричества, очень страшно, потому что у тебя нет кондиционеров, дышать просто нечем будет, влажность очень сильная. А я еще вчера, я перед сном, я пошел глянул, там уже говорили, что где-то 70 тысяч человек сейчас без электричества. Это очень, вот это вот, меня не так пугает ураган во Флориде, как пугает то, что ты останешься без электричества, это очень страшно. Здесь просто можно не выжить, здесь, и у людей, у кого астма или там сердце больное, они просто, я тебе говорю, что может дойти до 9.1.1. Вот меня лично на такой, на личной волне, очень как-то так, когда я вчера слушал, что вот бензина нет, что закрылись все эти вот... Мы вчера по всему Орландо искали бензин, но нашли, но истратили, не знаю, сколько, пока искали бензин. Так это ты про Орландо говоришь, откуда, может быть, и драпать не нужно особо. А я-то говорю про Майами. А там-то вообще говорить нечего. Да, и там просто бензина нет, я не знаю, закрыты эти станции, может, там можно жвачку взять, может, она для этого открыта, но бензина нет. И если ты решил уже куда-то, и вообще кошмар. То есть как-то вот представить жизнь без бензина, знаешь... Скажи мне, Виолетта, тебя пугало ураган? Она сюда приехала и знала, она летела сюда, знала, что она летит на ураган. Когда она прилетела, я расскажу, когда она прилетела в аэропорт, у нее спросили, вы куда улетаете? Она говорит, я только сюда прилетела. Они говорят, вы нормальная? Вы знаете, что это ураган? Мы ее смотрели, как, вы приехали сюда погулять? Она говорит, да, я буду погулять. А Майами говорит, да я из Раши. Я говорю, тогда проходите. Я уже все купила, я уже оплатила все. И отели платила, и билеты платила. И сейчас все это потеряю, не знаю. Говорят, что третья степень, то есть более-менее нормальная. Думаю, ну подожду в отеле, пройдет и дальше гулять буду. Ну, я понял, то есть вот как бы это 18-летняя лихость, когда кажется, что все такое хорошее. Слушайте, а у вас вот не было какого-то напряжения от того, что как-то в незнакомой стране, вы первый раз в Америке? Да. В незнакомой стране, первый раз приехала. Вдруг бах, приезжаешь, гостиниц нет, того нет, самолеты не летают. И то все, жизнь кончилась. Не было такого? Нет, на самом деле. Я вообще должна была с подругой прилететь. Одна подруга в Майами, она не смогла прилететь, потому что отменены были самолеты у нее. И с Орланды тоже. Вот она должна была прилететь в Орланды, но она побоялась, потому что будет ураган. А мне как-то не страшно. Это мастер спорта по регби. Ну, о чем ты говоришь? Вот эта девочка? Да, вот эта девочка. Вот это Виолетта. Вот это Виолетта. Ой, е-мое. Так она сильная, как наш... А вы за какую команду играете? Я играю за МОС-область. За Московскую область. Вот это Раменская? Да. Ну, вообще за всю Московскую область. Подождите, ну что ж получается, область-то громадная. Как же вы в одну команду собираетесь-то? В Москве тренируетесь? Нет, я тренируюсь в МОС-область. У нас две команды, но я играю в основном. В составе. Ну, это не опасно для здоровья? Не могут побалде дать как-нибудь или руки-ноги? Ну, у меня были синяки на лице. Ну, вообще, конечно, кажется, тренирование. Но у нас застрахованы жизни. То есть... Я извиняюсь, на какую сумму? Во что вас оценили? Да, что так страхуются. Да, ну... Ну, понятно, она поэтому не боится. Она там привыкла бегать по площадке. Хорошо. Так, а вот вы как бы... Work and Travel ваш проходил в Нью-Йорке? Да, в Лоу-Календе. Лоу-Календе. Шикарно. Слушайте, вот так у нас на канале много народу, которые интересуются вот этими делами. В частности, вот ваши сверстники или ребята помоложе, которые думают на эту тему. Вот, скажем так, при нормальном раскладе, что можно заработать? Вот сколько девочки зарабатывают? В ресторанах, где они там работают? У нас в ресторане я зарабатывала от 600 до 800 долларов в неделю. А, я уже думал, что сейчас скажут в день, я думаю, у-у-у, там, в неделю. Ну, что? В неделю это еще с вычетом налогов, то есть это чистые дома, да, чистыми. С вычетом жилья. Жилье у меня стоило 100 долларов в неделю. И где-то? Да, предоставлял это босс наш, у которого мы работали, то есть стакхаус был для девочек. Но вы реально вот сколько часов в день на работе там были? Если одна смена в день, то у меня, получается, 8 часов я была на работе. Но бывало, на этот триплой работала, это, получается, я была 18 часов на работе. Вот для этого нужно регби заниматься. Я на том трехе такие таскалы рассказывала, что она одна так помогла, а только по 12 тарелок в чугуне в одной руке. Ну, хорошо. По 12 тарелок в одной руке. Это очень тяжело, это очень тяжело. Тяжело. Ну, все-таки тяжело, все-таки тяжело. Ну, хорошо, Млад, то есть вы накопили хоть что-то или так все потратили? Да, накопила. Ну, и вообще, получается, я заработала 360 тысяч рублей на наши. Купила себе айфон, еще 2 тысячи отложила и тысячу на путешествия потратила. А в Москве айфон дороже? А в Москве? Ну, нет. Ну, как бы, получается, так же, но я могу вернуть налоги в аэропорту. Ну, хорошо. Ну, получается, на 6 тысяч дешевле где-то. Давайте к урагану. Вот вы по городу там, ну, где-то. Вот есть ощущение, что что-то происходит? Или, ну, может быть, ветра нет и дождя нет? А может быть, по людям видно? Нет? Я вчера вообще не знала, что магазины закрыты. Я поехала по магазинам, хотела бы от лето приехать. Смотрю, все позакрывали абсолютно. Вообще, даже ветерка не дует. Миша, у меня русский язык, но у нас ураган не успел покнуть. У нас уже все позакрывали, позаколачивали. Уже два дня у нас ничего нет, у нас все уже закрыто. А я видел вот фанерными такими щитами окна закрывают, наверное, чтобы их ветром не разбило. А помогает? Это действительно помогает от ветра? Ты раньше такое видела? У меня ничего не заколочено дома вообще. Ну, хорошо. А вот настроение, это как-то тревожно? Вот сидишь и думаешь, ой, сейчас вот что-то будет. Или думаешь, эй, там. Вот так вот, эй. Не вот так. Да, но мы немножко так переживаем. Но дело в том, что переживали больше вчера-позавчера. А сегодня, когда увидели, что он от нас отошел, то уже не так переживаем. Я говорю, что мы переживаем за электричество больше. Ну да. Понимаешь, когда читаешь прогнозы всякие, то ли они специально так негативно все оценивают. Но вот говорят, что там сейчас, там, как поотключают, да как сейчас тут позаливает. Вот подъем воды вот этой вот прибрежной, там, что она зальет вот то, что там у берега стоит. Говорят, вчера я читал, чуть ли там не до 4-5 метров, говорят, вода поднимется в Месиканском заливе. Ну это, это не сюрприз. Это, конечно, поднимется. 4-5 метров? Да, может подняться 4-5 метров. И у нас, даже у нас тоже говорили, что 4-5 метров поднимется. Ну вот, допустим, у меня Дилэнд, он 11 метров над высотой океана. То есть, это те, кто живут совсем у берегов, да. Я хочу сказать, что, друзья, те, кто нас смотрит, если у вас тоже девочки хорошие, там, мальчики, застряли где-то в Орландо. Вот у нас есть Наталья. Значит, вот. Нескладная служба. Да, да, значит, если там больше молодняка набьется, значит, им веселей будет. Я сказала Винсенту, говорю, ну как, люди, если некуда им деваться, у нас такой огромный дом, конечно, я вот еще одну девочку приглашала, она на Дайтоне живет, но она не поехала уже в последний момент, сказала, что над нас отвернули, куда я поеду. Вот, ну а как, конечно. Есть ли связь с Машей из банка? Маша тоже там, она в Порт-Оранже. У Океана, но тоже, как так, как отвернула, она уже не очень переживает. Переживала тоже, и не говорит, не уйду, а дом не оставлю ни на секунду. И в том году она не уехала из дома. Понял, потому что мы ей в пятницу референсы давали. А, да, мы с ней общаемся каждый день. Так что, я думаю, процесс найма-то продолжается, или они что теперь? Нет, так она, по-моему, уже настроилась, она, по-моему, уже ей дали работу. Уже началось. Мы сделаем видео. Я не к тому, я просто говорю, на что влияют? Я не буду секреты раскрывать, все узнаешь из видео. А, ну хорошо. Я просто к тому, что все-таки очень много народу переживает. Вот мы вчера, например, вечером со Светой, я могу сказать, что обычно, ну там где-то ураган, знаешь. Ну, все время же где-то ураган. А вчера мы со Светой что-то сидели, вот там два часа, и вот в экраны смотрели, как там тут ветер завывает. Там показывают кадры, чего натворилось там на Кубе, на островах, там на Пуэрто-Рико. И 22 человека погибло, если ты знаешь, там вот на Карибских островах. Вот, и такие разрушения, в общем, несимпатичные. Смыло, вообще просто все смыло, все, что было. С Сент-Мартин от аэропорта ничего не осталось. Это просто страшная идея. Аэропорт? Жуть. Аэропорт смыло, вообще нету аэропорта. Вот, который, помнишь, показывали, который взлетал прямо на... Да, конечно. Я же там был. Там почему не осталось? Там осколки самолетов летают по всему городу. Боже. Вот там обалденный остров был, совершенно потрясающий. Лучший из всех, на самом деле. Очень хороший. Актом сказал, что люди там пережили и переживают до сих пор, потому что они остались без крова, без электричества, вообще без всего. Понимаешь, это жуткое дело, я не знаю. И там еще, знаешь что, там есть места, где строили такие серьезные дачные такие комьюнити. Я не знаю, вид такой был, как будто они из бетона, из хорошего. Но богатые такие места, эксклюзив полный. Так они как-то там зарывались, какие-то лагунки. И вот мы там мимо проезжали. Я думаю, красиво. Вот. И я... Ну, может быть, эти как раз и выстояли, я не знаю. Я не помню, где показывались, даже многоэтажки падали. Пятиэтажки, четырехэтажки, они падали. Прямо целиком? Целиком. Я не помню, где. Или в Сент-Мартине, или в Порту-Рико. Ну, да, потому что бетонный дом не разрушается, но во время землетрясения Юлия Роганова просто целиком коробка вся падает. Да, да. Из тянутого бетона, да. Ну, хорошо. То есть у вас пока все ничего. Ну, пока да, ничего. Мы сейчас вот... Нам сегодня Виолетта будет варить суп. С гречкой. Ты когда-нибудь ел суп из гречки? Ну, гречку можно просто в куриный бульон, например, положить. Ну, вот мы будем сегодня куриный суп. Она нам будет сделать. Я тебе скажу, мы вчера зашли в магазин тут, есть у нас американский, совершенно американский магазин. И там ко мне подошла девочка Анна, которая там продавщицей работает. Мы с ней поболтали, я ее записал. Но я не к тому говорю, а прежде чем мы наткнулись на девочку Анну, мы хотели купить фасоли. Там суп сделать, как раз Света у меня сейчас делает фасолевый суп. И там мы смотрели такие пластиковые цилиндры, из которых высыпается это все. И там на одном была гречка, причем жареная гречка. Знаешь, довольно необычно для Америки. Была жареная гречка, и на ней было написано «каша». Каша. Каша. А мы пишем так «каша». Каша. Вот так прям «каша». Мы нам на дышку как-то. И самое неожиданное было, что именно жареная. Потому что жареную можно купить только в русском магазине, какую-нибудь польскую, я не знаю, или там украинскую. Но вот в данном случае была американская. Так что... А мальчик, который у тебя учился и уехал в Майами обратно, вот он написал, по-моему, у меня под... Или у тебя под видео, или у меня под видео, он написал, что он уехал, и сейчас у тебя в классе. По-моему, у тебя под видео с нашим интервью. Ну да. Как он там интересен тоже. Ну вот я, когда был в школе, я ребят спрашивал, но они говорят, что связи с ним не было. У меня их двое сейчас из Майами. Один поехал там, чтобы это время побыть с семьей, а другой хотел поехать, чтобы их забрать оттуда, но они как-то сами тоже уже уехали, поэтому он не поехал, остался. Ты знаешь, что ураган, который идет сейчас в Санкт-Петербург, на Тампу, вот эти места, они не были... То есть урагана не было там с 1920 года, то есть сто лет почти там не было урагана. И вот сейчас он пришел. Они вообще полностью, они, я не знаю, подготовленные они или нет, но у меня было там сто лет почти. Я бы только сказал, ты уже второй раз упоминаешь Санкт-Петербург, и я думаю, как бы народ там не перепутал, что Санкт-Петербург, это вот... У нас свой тут тоже есть, во Флориде. Ну там мило, в нашем Санкт-Петербурге мило. Ну, он похож, конечно, на российский Санкт-Петербург, но название то же самое, да. Ну хорошо, ладно. Ну что же, Наташа, давай что-нибудь из жизни молодежи там, как нынче молодежь отличается от нашей. Расскажи, Виолетта, ну что, спроси у нее. А что спросить? Нет, ну потому что она... А, ты у меня спрашиваешь? Я тебя спрашиваю, ты смотришь на современную молодежь? Я вообще принимаю молодежь только нашу русскую и украинскую, потому что вот наша молодежь, которая действительно правильно воспитывалась, я не знаю, но... Я очень люблю девочек наших, русских и украиночек, и просто смотрю и думаю, господи, счастье просто. Подожди, ты мне говорила, что пока вы там в прямой трансляции были к Виолетте, там 200 человек в Инстаграм подписались. Да, уже больше, наверное, сколько там уже? Ее уже поженили раз в 10 у меня на Инстаграме. Так, так. Нет, ну она еще маленькая, и что ей замуж? Пусть еще погуляют. Да, куда мне? А какой нормальный возраст для девушки, так вот замуж выходить? И доучиться надо, конечно. Ну вот какие нынешние представления в молодежи? Ну, после учебы, я думаю. Ну, что-то это, 30. Да, ну, 30? Нет, 30 это поздно. Так. 25, наверное. 25. Нормально, нормально. Да. Да. В наше время, когда, я боюсь соврать, или это было 24, или 25, но вот когда привозили в роддом, и там вот, может быть, 25, может быть, 24. И писали старородящие, да, такое слово интересное. Я очень боялась бы старородящие, поэтому я родила в 19. Ну, я думаю, ты не со страху так родила-то, а просто так получилось. Я радовалась, что я не старородящая, я это помню. Да, хорошо. Да, мы тоже, нас это миновало. Ну что же, значит, давайте, слушай, какой у девочки инстаграм? Может, наши люди смотрят, им тоже заинтересуются. Написать? Напишите, вот прям покажите. Мы уже написали на листочке. А, уже написали. Виолетта Прайс. Да? Вот. Нет, нет, ну видно очень хорошо, очень хорошо видно. Отлично. Это ее инстаграм. Девочка у нас просто уникальная. Уникальная тем, что она может путешествовать одна. Она ничего не боится. Она поехала в «Ураган» смотреть на «Гарри Поттера». Она занимает то регби, она кандидат в мастер спорта. Ну, то есть, у чего-то так и может там за себя постоять. Слушайте, а с какого возраста вы начали путешествовать одна? Вот с командой, может быть? С четырнадцатой, наверное. Нет, с тринадцатой где-то, наверное. Ну, такой лагерь. Вот, в Европу я ездила, на Мальту. Я там изучала английский язык. Ну, там, вот, и как бы у нас был вожатый. Ну, это, скорее, знаете, как подруга была. Она нам разрешала много. То есть, она меня обычно не смотрела. Мы уже сами, как бы, как взрослые уже тогда проявляли. И просто я каждое лето путешествую. И моя мама привыкла из команды. Я постоянно на сборах в Перми, в Казани, то есть, в Москве уезжаю. Вот. А английский на Мальте сильно отличается от, вот, как тут у нас? Вообще, потому что я училась с русскими. Там, на Мальте обычно приезжают только русские люди. Вот, учат английский. И, то есть, группы были с русскими ребятами. Это сложно, да. Да, и как бы учителю не нравилось, потому что все говорили на русском языке. То есть, никакого продвижения в английском я вообще там не почувствовала. То есть, я просто там отдыхала. А здесь тебе, так сказать, кидают эту среду. Вот. Я просто сняла здесь барьер. Вот. Я просто разговаривала с официантами. И... Ты знаешь, как она с Винсентом разговаривала? Как? Как? Он говорит, откуда же ты знаешь так хорошо язык? Она с ним болтала и болтала. Они просто все смеялись. Ни разу меня не попросила перевести там или подсказать. Говорила, говорила, говорила. Ну, Винсент удивился. Да. Ну, а может быть, она, может быть, ее там в какой-нибудь в спецшколе там гру готовили. Мне так понравилось. Он говорит, какая она девушка счастливая. Знаешь, как они говорят? Happy, very happy girl. Говорит, все время улыбается. Он просто прелест, конечно. В общем, если будут настроение портить там, ну, это сразу к нам. У Натальи места много. Ну, что же. Мы сделали мой эфир, и там очень многие подписчики начали писать, что это она все время смеется, что ей делать нечего, она смеется. Ты понимаешь? Потому что мы удивились. Мы на это еще больше смеялись. Потому что смеешься плохо, не смеешься еще плохо. Я рассказывал там много раз историю. У меня женщина была из Запорожья, по-моему. Студентка. Она уже тут в Америке сколько-то лет. Поехала маму навестить. Ну, и я уже с ней там столкнулся. Я говорю, как? Что? Чего? Вот она говорит, писаешь, иду по улице. Говорит, никого не трогаю. Говорит, ну, там, может, я улыбалась там что-то. Ну, по-американски, так сказать. Вот, и какой-то чувак шел навстречу и говорит ей, че улыбисься? Ага. Ой, ну вот все, волнует, почему я из этой кружки пью? Почему у меня такая кружка большая? Почему я пью здесь? Подожди, подожди, что на ней написано-то? Что на кружке написано? Почему я пью слишком часто? Неужели мне не стыдно пить так часто на камеру? В общем, наши люди... А мне все говорят, а почему вы, говорит, из пивной? Я говорю, потому что, а что я из наперстка-то буду, ну? А наши люди знают все, что прилично, что неприлично, научат, научат прямо на месте, что делать надо. Ну, хорошо. То есть я чувствую, что какой-то у нас этот ураган фейковый получается. Ну, по крайней мере, в Орландо он пока фейковый. Ну, я говорю, что у нас будет он, но он будет у нас ночью, он к нам ночью придет только. С точки зрения, может быть, бизнеса, что надо такое делать, чтобы в ураган тебе привалило? Не знаю. Надо воду продавать из-под крана, наверное. В бутылках. Ну, нужно набрать пустых бутылок за целый год, и потом их налить в них воду из-под крана, упаковать в эти... Это хранить, хранить долго, знаешь. Да. Наверное, вот от воды, наверное, может привалить. А потом, знаешь, может быть, обидно, хранил, хранил, а урагана нет. Знаешь, это же вообще пропал инвестмент. Ладно, что же. А люди живут там в Москве, знаешь, а там тебе ни урагана, ни землетрясения, ничего интересного не происходит. Знаешь, такого, чтобы как-то сплотиться там. Никаких катаклизм, да. Да. Или там, случайно, вот, знаешь, там вот было бы такое дело. Сейчас бы все на улицу, выпили бы там, правда, там во дворе, там, закусочкой, нет? Как-то, знаешь. У нас даже спросили, мы все сидели, смеялись, нас спросили, вы точно воду пьете в кружках? Я говорю, у нас Грейгус. Ага. Говорят, надо, говорит, водку пьет? Говорят, как воду. Говорят, не поморщится. Ну, давай тогда я с тобой этим Грейгусом там. Вот тебе. Все, все, мы теперь чокнутые с тобой. Ладно, Наталья, я тогда даже не буду, я теперь думаю, как же назвать это все? Потому что сейчас напишешь про ураган, и люди, которые хотели какого-то трабла, вот, они скажут, обманули. Напиши устрашающая тишина, потому что действительно тишина. Я не знаю, как тебе, могла бы я показать, как вот тебе показать. Покажи, покажи, давай, в окошечко. Сейчас я это разверну. Давай. Вот у меня дерево, видишь, вот, за окном. Не листочка не шелохнется. Слушай, а там мокро, нет? Ну, даже дождичек-то идет, конечно. А, все-таки дождичек есть. Да, сложно, да? Да, дождичек есть. Дождичек есть. Слушай, а есть такое, что, допустим, если сейчас есть машина и куда-нибудь поехать, есть машины на дороге? Люди ездят или сидят дома все? Нет, у нас тут тихо сейчас. Ну, хорошо, а есть куда поехать? Скажут, ну, поехали куда-нибудь. Все рестораны, все, 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 Walmart, и все. Все закрыто. Ну, ну, а как же? Выживем. Я понял. Ну, хорошо. Не, ну, я тебе скажу так, интернет есть, электричество есть, там, вода в кране есть, бензин все-таки. Не, самое главное, чтобы люди, у которых все пережили, потому что мы-то это переживем очень легко, я тоже это знаю. У них там дети, понимаешь? Знаете, и все это безэлектричество, и это так тяжело. Не хорошо, не хорошо. Нет, безэлектричество вообще кошмар. Я тебе скажу даже вот то, что в Техасе, когда сначала вроде водой залило, знаешь, и вроде, ну, вода, ну, пришла вода, ушла вода. Но, понимаешь, когда вода стоит неделю, и там же микробы, и там же оно подцепило, там, я не знаю, ну, что там вокруг было. Тут мастерская, там производство, здесь химикаты, здесь удобрения, понимаешь? И пошло, и поехало, и ты в этом неделю. Это вообще страшное дело. Поэтому, конечно, вроде бы, может и разрушений особых не быть, но может быть просто заражение какое-то, знаешь, как-то. Да, это страшнее, чем сам Роган, я говорю. Именно вот эти последствия, они самые страшные. Да. Ладно, ребята, у нас тут утро, ну, полдвенадцатого. Ну, на полдвенадцатого. Утро, если утро. Ладно, у нас утро, мы пойдем соображать, что тут делать, воскресенье. Ладно, вы нас не забывайте. Нет, нет, а мы вот с утра, Светлана мне говорит, послушай, надо, говорит, Наташа, позвонить, может, там, как там вообще. Потому что мы глянули тут по телевизору сначала, и когда тебе показывают, что там женщина идет по Майами, у нее там по пояс воды, понимаешь? То есть она нашла такое место, где воды побольше было. Потому что она тут же вышла на сухое место, вот прямо, тремя шагами. Как-то она так вот углубилась. Медийщики, это не то, что мы с тобой показываем, вот как есть. Нет, я думаю, что все нормально будет, но завтра мы постараемся выйти и показать вам, что у нас творится. Я подготовила, приготовила камеру, если что, я думаю, что, слава богу, что нас миновало, конечно, это все равно. Нет куда безобраза, то у меня, видишь, какая доченька теперь. Да, да, маме привет, давайте маме передадим привет. Привет, Ларисе. Да. Ларисе. Виталий. Лариса, Виталий и Данил. Братик. Братик. Сколько лет? 22. А, уже большой братик-то. Да, да, да. Это не то, что ты. Мне всегда младшего хотелось братика, но у меня не было. У меня был старший. Но был старший. Пошел. Ладно, ребят, а он тоже в регби? Нет, нет. Занимается. Он такой, настроитель у меня. Это хорошо. Это созидательная такая профессия. Ладно, ребята, мы с вами прощаемся. Давайте мы так всем ручкой помашем и пойдем по другим делам. Да, все.